Слава Иисусу Христу! 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 Текст читаем. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Сидержитель. Текст, который мы с вами прочитали, звучит очень категорично. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? И что общего между Христом и дьяволом? Ответ очевиден. Между праведностью и беззаконием, между светом и тьмой, между Христом и дьяволом нет ничего, абсолютно ничего общего. И тем не менее, некоторым христианам кажется, что это не так. Сегодня некоторые люди пытаются примирить эти две деметриально противоположные позиции. Они пытаются быть хорошими и для Бога, и для этого мира. Они бы хотели пожить в свое удовольствие и здесь на земле, и при этом попасть в Царствие Божие. Вы знаете, я в Нас-Закарпатье очень много провожу времени с молодежью. Я служу молодежи и смотрю. Верующим парням кажется, что можно, например, спокойно посещать церковь и вместе с тем проводить время на светских тусовках. Девушки верят в то, что можно выйти замуж за неверующего парня и при этом быть счастливой, при этом составить хороший брак благословенный. А вот деловым христианам кажется, что можно одновременно служить Богу и мамоне, деньгам. Но апостол Павел говорит, он отвечает на этот вопрос и говорит, это миф. Свет и тьму нельзя смешать и Христа с дьяволом никогда не примирить. Невозможно соединить несоединимое. А вот та жизнь, которую ведут эти люди, которую ведут некоторые христиане, она имеет свое название. Это жизнь с компромиссом. Компромисс это соглашение на основании взаимных уступок, когда ты можешь получить что-то, но предварительно отказавшись от некоторых своих принципов. И сегодня мир предлагает кое-что церкви, кое-что верующим людям взамен и предлагает им сделать небольшую уступку. Надо сказать, что компромиссы бывают хорошие и плохие. Хорошие компромиссы это те, которые не задевают ваши христианские убеждения, не задевают ваши жизненные принципы, но помогают разрешить какой-то конфликт. И я думаю, что каждый из нас в быту шли на какие-то компромиссы. Как-то в одной еврейской семье, а муж пришел с работы, жена подает ему еду, которую он не любит. Но ему не хочется обидеть жену, и вместе с тем ему не хочется это кушать. И ему приходит отличная идея. Он говорит, Циля, давай договоримся. Я говорю, что это вкусно, и ты это больше не готовишь. Вы знаете, в некоторых жизненных ситуациях будет разумным уступить, отказаться от чего-то своего. Это хороший компромисс. Но сегодня мы говорим о тех компромиссах, на которые ни в коем случае нельзя идти. Это то, что рушит тебя, твои жизненные установки и разрушает твои отношения с Богом. И вот один из таких компромиссов был предложен четырем еврейским юношам, история которых описана в книге Даниила. Это Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Вспоминайте эту историю. Я ее не буду перечитывать, буду читать небольшие отрывки. Так вот, эти четверо молодых людей дают пример того, как сохранить верность Богу в самых отчаянных обстоятельствах и не пойти на соблазнительный компромисс с этим греховным миром. В VI веке до нашей эры царь Навуходоносор завоевывает Иерусалим и 10 тысяч евреев уводит, переселяет из Иерусалима в Вавилон. И под это переселение попадают эти четверо молодых людей. Навуходоносор мог бы их уничтожить, но вместо этого он решает их судьбу гораздо более заощренным способом. Он решает этих евреев поставить себе на службу. И для начала он их решил перевоспитать. Он меняет их еврейские имена и дает им вавилонские, в честь вавилонских богов. Затем он предлагает им выучить халдейский язык, и у них выбора не остается, им нужно изучать это. Ну а потом он делает еще один шаг. Он приобщает этих молодых евреев к вавилонской традиции, культуре. И один из моментов это вкушение пищи с его стола, которая посвящалась, обязательно посвящалась идолам, божествам. И вот здесь четверо молодых людей говорят, нет, мы этого делать не будем. Мы читаем в тексте, «Данил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь». Эти благочестивые юноши знали то, о чем позже написал апостол Павел Коринфской церкви. Он цитировал Ветхий Завет. «Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Не прикасайтесь к нечистому. Эти четверо молодых ребят поняли, что в действительности предложил им вавилонский царь. Это была не просто пища. Это не просто было угощение с царского стола, которое отделало, возможно, им честь. Это было предложение к ассимиляции. Ассимиляция – это растворение в культуре того народа, среди которого ты живешь. В принципе, это неплохо. Это неплохо принимать какие-то традиции народа, среди которого ты поселился. Мне довелось быть в 6 лет побывать в качестве иммигранта в Канаде, и я должен был, хотел, не хотел, надо было как-то привыкать к культуре, растворяться. Но мне не удалось полностью. Мне уже было за 30. За 30 уже гораздо сложнее ассимилировать, правда? А эти были податливые. Им было 14, 16, ну не больше, 18 лет. И вот что. Ассимиляция – это означает перенять язык, одеваться, как одеваются рядом с тобой, готовить пищу, как эти люди и так далее. Но ассимиляция хороша до тех пор, пока она не затрагивает твоих благочестивых убеждений и не предлагает отказаться от Бога. А именно это предложили этим четырем юношам. Им предложили согрешить, раствориться в греховной культуре халдеев, пойти на компромисс со своими убеждениями ради одобрения царя и ради будущего продвижения по карьерной лестнице. Но эти юноши сказали – нет. К сожалению, очень у немногих христиан достает силы повторить это слово – нет. Сказать – нет. Для многих слишком велик соблазн, слишком сильно давление этого греховного мира. Буквально неделю тому назад, перед поездкой в Одессу, мне пришлось разговаривать с одной верующей девушкой. Она стала налаживать романтичные отношения с неверующим парнем, которому отказала год назад. Он сделал ей предложение выйти за него замуж, она сказала – нет. А сейчас слово стало встречаться. Я ее спросил – слушай, скажи мне, кто покаялся – он или ты? Она опустила голову и тихо сказала – я. Я говорю – очень печально. И тогда она разрыдалась и сказала – брат Мирослава, что мне делать? Мне 25. Я разочаровалась во всех верующих, они никуда не годны. И она мне рассказала такие истории, что я подумал – это совершенно неверующие люди, которые крещены и посещают церковь. А он, а он хороший, он не пьет, он не курит и не запрещает ходить в церковь. И я тогда сказал – слушай, ну год тому назад тебе этого мало было, ты же так сказал, тебе не доставали. Тебе хотелось, чтобы твой муж поддерживал тебя в молитвах и был предан Богу. Ты же знаешь, что он с тобой не пойдет туда и не помолится с тобой. Вы знаете, это очень сложно, такие вещи, и рассказывать, и переживать. Но вы понимаете, вот так происходит ассимиляция с этим миром, растворение в греховной культуре этого мира. Ассимиляция – это поглощение, другими словами. Греховная ассимиляция – это греховное поглощение. А нам известно, кто поглощает. Кто поглощает? Вот тот, кто ходит, как рыкающий лев, дьявол. Вот интересно, да? Поглотитель. Знаете, современный мир сегодня хорошо вооружен против христиан. Я поражаюсь, как просто молодые люди, они поддаются тому, чему видят в телевизоре, по телевидению, смотрят в интернете, реклама, мода, литература, музыка, звезды шоу-бизнеса. И вот это все пытается перевоспитать христиан, привить им греховные ценности, изменить стиль их жизни. Только посмотрите, как мы с вами одеваемся. Нет, я не хочу сказать, что вы, если вы оделись, вы согрешили так. Но мы одеваемся так, как в ящике. Смотрим, видим в ящике. Мы слушаем ту музыку, мы подражаем тем людям, пищу готовим, читаем, смотрим, ходим на развлечения. Не все правы. Вот потому, когда мы поженились с Надюшей, у нас было почти, можно сказать, даже такое неписанное соглашение. У нас нет телевизора до сих пор. Я не хвастаюсь, я просто говорю, что с ним гораздо легче жить, даже радио. У нас не надо, у нас два радио, одному 12 лет, другому 6 лет. Не надо ничего. Но вы понимаете, как-то легче жить. Как-то ты вот сопротивляешься, не поддаешься этому. Вы знаете, многие не выдерживают, идут на компромисс. Они уступают давлению ассимиляции ради того, чтобы быть как все. Склоняются под одно ярмо с неверными и пытаются угодить и Богу, и миру. И в конечном итоге, что происходит? Эти люди оказываются полностью в мире и становятся врагами Богу. И апостол Яков говорит, не знаете ли, что дружба с миром и есть вражда против Бога? Или так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И вот как бы не хотелось, чтобы это произошло. Как остаться верным Богу и не пойти на компромисс с грехом? И вот пример этих молодых людей показывает, что есть выход из положения. Можно успешно противостоять давлению, греховному давлению этого мира. Не пойти на компромисс с грехом, а остаться Богу верным. Я назову четыре вещи, четыре фактора, которые помогают нам остаться верными Богу. А это очень важно. Это очень важно. Посмотрите, первое, что помогает нам сохранить верность Богу, это четкая библейская позиция. Вот запишите себе, кто записывает. Если нет, запомните это. Смотрите, что написано в Данила 1.8. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Вот это, обратите внимание на это слово положил. Оно подразумевает какую-то территорию, позицию. Даниил занял определенную позицию в этой жизни. Кстати, надо сказать, что одна из задач нашей жизни – это занять позицию. Мы рождаемся для того, чтобы оказаться по одной или по другую сторону баррикады. Либо с Богом, либо против Него. Жизнь дана для того, чтобы выбрать окончательную, бесповоротную, вечную позицию. Даниил выбирает. Позиция – это определенное убеждение, границы поведения. Правильно то, что находится в этих границах, и неправильно, что выходит за их пределы. Так вот, проблема многих верующих в том, что у них нет этих четких границ. Нет. У них четко не очерчена территория их убеждений. Сегодня они здесь, а завтра там. У таких верующих нет собственного мнения. Любой, кто приведет достаточно сильные аргументы, тот и прав. А что говорит Яков? А Яков говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Такой человек готов пойти на компромисс, если его похвалить и сказать, какая ты красивая, какая ты хорошая, умная, выходи за меня замуж. И все. И она бежит. Или заплатить ему. Я не осуждаю, я сочувствую. И когда ты любишь, очень сложно, очень сложно. Сейчас мы об этом поговорим. Очень сложно сопротивляться компромиссу. Вы знаете, Иуда был таким, ему заплатили, и он сдал Христа, предал его. Вы знаете, для того, чтобы противостоять греховному компромиссу, надо иметь позицию. Но не любую. Позиция, которая отдает тебе силы сопротивляться и не уступить греховному компромиссу, должна быть основана на Божьем Слове. Не просто важно иметь свое мнение. Важно иметь мнение, которое подтверждается Библией, Словом Божьим. Смотрите, апостол Павел говорит, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть, он говорит, что сила не пойти на компромисс, корениться в авторитете Божьего Слова. И самый сильный аргумент для тебя, что-то сделать или что-то не сделать, заключается в этой фразе. «Потому что так говорит Господь, и все». Ни папа, ни мама, ни потому что пастырь, ни потому что церковь. Кстати, это очень слабые аргументы. «Потому что у нас так церкви принято». Вы понимаете? «Даже когда я говорю ей, слушай, но тебе же будет потом плохо, это не убеждает». Не убеждает. Она не верит. Послушайте, в XVI веке в Германии на имперском Рейстаге перед императором Карлом V и католическим духовенством предстал сын бедного Рудокопа. А августянец, монах, бросил вызов церкви и всему, всей силе, которая противостояла ему. Это был известный сегодня Мартин Лютер, известный протестантский реформатор. Ему противостояло папское богословие, традиции, политические силы и другие. Ему угрожали костром. И говорили, ты вспомнишь, что было с Яном Гусом, таким же дерзким, как ты. И от него остался пепел. И послушайте, что сказал Мартин Лютер перед лицом этой угрозы. Он сказал, «Опровергните меня доводами священного писания. Говорю вам, я не могу поступать иначе. Да поможет мне Бог». И все. Вы знаете, что сегодня одним из девизов реформаторского движения – это утверждение соло-скриптура, только Писание. Вы понимаете, если так говорит Господь, так говорит Библия, это достаточно для того, чтобы делать что-то или не делать. Это и есть четкая библейская позиция. И сегодня нам нужно убедиться в том, что у нас есть вот эта позиция. Мы стоим на правильной территории. И да поможет нам Бог. Потому что в этом сила не пойти на компромисс и остаться Богу верным. Это первое было. Второе. Что помогает сохранить верность Богу и не пойти на компромисс с грехом? Очень известное слово. Очень известно и очень приятное. Это любовь. Любовь. Посмотрите, написано про Даниила. Даниил положил что? Где? В сердце своем не осквернаться яствами со стола царского. Даниил принял решение не сливаться с культурой этого греховного мира в сердце своем. Вы понимаете? Это нечто большее, чем просто воспитание. Или равнистическая наука, или внушение родителей. Решение Даниила было продиктовано любовью к Богу. И это чрезвычайно важно. Давид восклицает, как я люблю закон твой. Весь день размышляю о нем. Понимаете? Задача, функция сердца, предназначение сердца любить. А предназначение разума размышлять. Сердце иногда сильнее разума. Вопрос к нам. Любим ли мы Бога? Любим ли мы Иисуса и Его Слово? Или мы только соглашаемся разумом, что Библия имеет смысл аналогично? Вы знаете, что силу противостоять компромиссу дает сердечная любовь к Богу. Потому что любовь сильнее доводов разума. Не верится? Один сын сказал маме, что собирается жениться. Она поинтересовалась, на ком. И когда узнала, уже снулась. Она говорит, сыночек, она же лечилась психиатрической лечебницей. Сын говорит, мама, ее уже две недели как выписали оттуда. Вы понимаете, что любовь – это большая сила. Это непобедимая сила христианина. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Когда ты любишь, тебя сложно сбить. Тебе сложно, тебя сложно отговорить. Это большая сила. И Бог призывает нас не просто верить, не просто дает убеждение для разума, свидетельства. Он вливает в нас любовь. Знаете, любовь – это причина, почему Иисус пошел на крест и не сдался, не поддался искушении избежать креста. Потому что Он любил нас с вами перед Вознесением. Последняя беседа Иисуса Христа со своим апостолом. Он задает вопрос, а это беседа о любви. Он говорит, любишь ли ты меня, Петр? А почему Он его спросил? Может быть, разные причины, но одна из них – Он предвидел, что Петру придется пойти точно так, как и ему. Придется пойти на крест и быть распятым, как и Спаситель. И только то, что дает силу пойти на крест – это любовь, огромная любовь. Друзья, вопрос, любим ли мы с вами Иисуса более всего? Захвачено ли Богом, Иисусом наше сердце? Или мы просто рассудком осознаем, что Иисус прав? Мы можем противостоять компромиссу тогда, когда мы любим. Любите Иисуса. Любите. Это было второе, что помогает противостоять компромиссу. Третье. Вы не устали? Еще две, и мы заканчиваем. Еще два фактора. Третье, что помогает сохранить верность Богу и не пойти на компромисс с грехом – это вера. Простые вещи, да? Но они настолько важны. И отвечали Сидрах, Месах и Авденага. Вы вспомните ту историю, когда их хотели сжечь в печи, потому что они отказались поклониться Истукану. Так вот они говорят на выходе Носову. Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. А это еще не все. Дальше. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотом Истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Эти трое верили, что Бог может сделать невозможное. Вопрос к нам. А верим ли мы сегодня тому же, что Бог может сделать невозможное? Вера – это то, что помогает сохранить верность Богу и не поддаться греховному соблазну пойти на компромисс. Вера, которая сохраняет верность Богу – это вера в неограниченные его возможности. Но обратите внимание еще на одну особенность этой веры. А эта вера могла существовать даже и без чудес. Посмотрите, что говорят эти трое юношей. Они оговариваются. Если же не будет того, то есть во что мы верим, если даже Бог нас не спасет от печи, хотя мы верим, что Он может сделать это, то да будет тебе известно. Мы поклоняться твоим Богам не будем. Знаете, меня это просто поражает. Мы зачастую доверяем Богу до тех пор, пока Он обеспечивает нас чудесами и благословением. Но как только все это прекращается, мы уже как-то не так настаиваем на своих библейских убеждениях. Бывает такое. Но вот эти трое юношей в этой ситуации дают пример потрясающей веры. И вот эта вера, их вера, коренится в личности самого Бога. А не в его чудесах. И вот такая вера сегодня делает христиан преданными Богу, несмотря на то, как поворачивается жизнь, хорошо или плохо. Именно о такой вере когда-то посетовал Иисус. Когда говорил, что да, вопьют к Нему праведники день и ночь, и Он говорит, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Господи, чем ты расстроен? Что, мы все верующие, что тебе еще надо? А Он говорит, знаете, что мне надо? Меня интересует, а будете ли вы верить тогда, когда я перестану вас кормить? Будете ли вы мне верить, когда я перестану воскрешать ваших мертвых, исцелять больных и обеспечивать вам зарплату стабильную? Как-то одной нашей сестре, там на Закарпатье, позвонила ее верующая подруга. Она стала жаловаться на жизнь. Опять у меня истории на одну и ту же тему, замужество. Она говорит, уже в годах, собственно, семьи нету, денег тоже нет. И вы знаете, в общем, жизнь не ладится. В конце концов, эта сестра чуть ли не договорилась до того, что зачем ей такой Бог, если Он никак ее не благословляет? Ее собеседница слушала, и она была просто поражена. Говорит, как ты так можешь говорить? Вы знаете, друзья, это не вера в Бога. Это смахивает на какое-то бизнес-соглашение с Богом. Пока ты меня благословляешь, я тебе верю и служу. Как это только заканчивается, мы с тобой расстаемся. Помните, что-то подобное предложила жена праведника Иова, когда тот заболел проказой. Она предложила ему сдать Бога, похулить Бога, который так жестоко повелся с ним. Но что ответил ей праведник? Он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Этому человеку собственная жена предложила предать Бога, который, по ее мнению, предал ее мужа. Но послушайте, вера в Бога – это не бизнес-соглашение. Бог, Иисус, или Библия, сравнивает отношение Бога с человеком как отношение супруга в браке, как брачное соглашение, где верность сохраняется в радости, в горе, в богатстве и в бедности, в здоровье или в болезни. Послушайте, Бог всегда верен, даже тогда, когда нам кажется, что это не так. И вот такая вера – это залог того, что вы будете стоять, и не поддадитесь на компромисс, не пойдете. Это то, что поможет этому противостоять соблазну, этого греховного мира. Когда я верю, несмотря ни на что. Это третье, что помогает нам быть верным Богу. И, наконец, последнее. Сохранить верность Богу и не пойти на компромисс помогает твердая воля. И снова-таки история из книги Даниила. Он уже был, уже, по-моему, ему уже где-то было, точнее, библеисты предполагают, что ему было около 80 лет, когда Вавилон перешел в руки медиан и персов при царе Дарии. И вот, вы помните эту историю, когда был подписан указ в течение 30 дней молиться только Дарию. Но что сделал Данил? Он узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени, молился своему Богу и словословил его, как это делал он и прежде того. Очень интересная история. Вы понимаете, вера в Бога это не сентиментальность. Вера имеет определенную жесткость, неподатливость, несгибаемость. Христианин проявляет не только любовь, но и твердость. Посмотрите, Даниил не уступает давлению царя Дария. А это давление, это не то давление наших демократических законов. Это давление восточного деспота. Если ты меня не слушаешься, ты будешь кормить моих львов, причем собой. Вы понимаете, что же делает Даниил? Очень интересно. Он не уступает давлению царя Дария. Он противостоит, он сопротивляется указу этому и делает это сознательно. А хочу здесь остановиться и сказать, он сознательно идет и делает что-то вопреки. Его хотят склонить к чему-то согласиться с его мировоззрением, но Даниил настаивает на своем. Он настаивает и он отстаивает. Друзья, твердость воли проявляется о том, что вы настаиваете на своих благочестивых убеждениях. То есть, то, что вы начинаете делать что-то вопреки, а не просто сидите и в душе не соглашаетесь. Вы будете делать что-то вопреки этому греховному миру. Вспомните апостола после Пятидесятницы. Кстати, то, о чем говорил передо мной брат. Им пригрозили в Синедрионе, чтобы они не проповедовали об Иисусе. Что же они делают? Прямо противоположное. Они разворачивают большую евангелизационную кампанию, они настаивают на Евангелии, отстаивают его. Они ведут себя демонстративно. Данил вел себя демонстративно. Открытые окна. Он становится, там его подслушают и думают, что он знал. Он молится. Он не идет ни на какие переговоры и не устрашается никаких угроз. В 1984 году в Одесском кооперативном техникуме шел урок истории. Почему я об этом знаю? Потому что я был на этом уроке истории. Когда я был еще студентом, историю преподавал нам преподаватель этиист, воинствующий безбожник, и предложил в конце лекции студентам повторить его материал, который опровергал, кстати, тема была об опровержении христианства. Весь класс молчал, а преподаватель ждал, что кто-то поднимет руку и спасет положение. Во-первых, потому что он переживал, чтобы урок удался, ну, а студенты переживали, потому что не знали материала. Они все молчали, я тоже молчал, но не потому, что не знал. Я молчал, потому что знал, что мне придется сказать прямо противоположное. Мне надо будет сказать что-то этому человеку вопреки, заявить, что все, что он сказал, это ложь. Но это не самое было страшное для меня. Друзья, самое неприятное было другое. я был любимцем у этого преподавателя истории. Я всегда отвечал на его вопросы и знал материалы. Он верил в меня. И вот сейчас он даже не подозревал, что я ему готовлю. он не знал, что я христианин. Мы не успели еще вот так познакомиться. Курс только начался. И вот сейчас мне нужно было сказать что-то вопреки. Во мне эти боролись два чувства. Преданность Иисусу, любовь к Иисусу и сочувствие этому преподавателю. Можно было просто промолчать и сделать вид, что все нормально. Но Дух Святой говорил мне, Мирослав, тебе надо поднять руку сейчас. И я поднимаю, она была такой тяжелой рукой, я поднимаю. Слушайте, что произошло. Преподаватель обрадовался. Я встаю, во мне все замерло, я начинаю говорить и начал, продолжил, закончил. И все произошло так, как я и предполагал. Сначала преподаватель удивился, он попросил меня повторить, я снова все повторил, потом он обиделся, а потом он просто страшно, он пришел в ярость, он бегал просто по аудитории, он просто, у него слюна изо рта брызгала, он просто, ты нам поповщину проповедуешь, это было что-то, он развеселил весь класс. Слушайте, а во мне в душе моей радость и Божье умиротворение. Мне уже не важно было, что он говорит, какую я получу оценку. Вы знаете, меня наполнил Божий мир. Впервые, я 15-летний, в незнакомом городе, среди таких больших людей, я сказал о том, что Бог прав, Иисус прав. Вы знаете, я навсегда испортил себе отношения с этим преподавателем, у меня никогда больше не было пятерки, но это не страшно. Но вы знаете, что, нельзя одновременно быть хорошим для этого мира и для Бога. Вам нужно будет выбрать, и это нелегко. Но когда вы делаете выбор в пользу Иисуса, вы будете вознаграждены во сто крат, вам нужно проявить твердость, несгибаемость, чтобы не пойти, не поддаться на компромисс. И вы знаете, наградой будет душевный мир, гармония, целостность личности. Многие же христиане просто разрываются, и они, они, они как духовные шизофреники, у них раздвоение личности, они страдают. Это же страшно. Но что говорит Бог? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Гораздо легче жить прямо, чем раздвоенной жизнью. Вы знаете, когда мы проявляем твердость воли, значит, это значит, что нужно готовиться страдать. И верность Богу, отказ пойти на компромисс, неизбежно к этому приводит, к страданию. Апостол Павел предупреждает об этом верующих в Фессалониках и говорит, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Я хотел бы сегодня обратиться всем к нам, к нам всем. Господь призывает нас быть Ему верными. Во время сталинского режима был осужденный, осужден российский советский хирург, профессор, доктор богословия, архиепископ православной церкви Лука, или известный как Валентин Феликсович Война-Ясенецкий. Этот человек провел 11 лет в ссылках. Его пытали, не давали ему уснуть целых две недели подряд, тюрьма, ссылка, но этот божий человек не сдавался. Когда его отправили в ссылку, он продолжал делать операции и перед операцией молился, благословлял своих больных. Ему сказали, мы отправим тебя еще дальше за полярный круг. Этому человеку нужно было всего лишь сделать одно, перестать молиться перед операцией публично. Но он сказал, нет, я буду продолжать. Его отправили, он там чуть не замерз, но Бог ему помог, его спасли. Далее ему предложили кафедру хирургии в Москве, но снова предложили снять сан в обмен на отказ от сана. Это была заманчивая, это была мечта всей жизни возглавлять эту кафедру, но он сказал, нет, сан я никогда не сниму. И, наконец, последнее, его старший сын публично отрекся от него, и это было еще тяжелее пережить. Но и здесь этот человек не уступает. когда сын попадает в железнодорожную катастрофу, он едет к нему и навещает его. Эта поездка не была бы особенно заметна, если бы ни одно обстоятельство. Война Ясенецкий лежал на койке и его готовили к операции на глаз. У него был больной глаз. Он отказывается от операции и в конечном итоге навсегда теряет этот глаз ради сына. Вы знаете, Иисус говорит тем, которые не идут на компромиссы, которые стоят, не бойся ничего, что тебе надо будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды во стемницу, чтобы искусить вас и будете иметь скорбь дней десять. И послушайте, с чем он заканчивает. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Давайте будем верными Иисусу. Не будем соглашаться на греховный компромисс. Не будем уступать врагу территории своих христианских убеждений, ведь это самое дорогое, что мы имеем в этой жизни. Да благословит нас Господь. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас благословит вас.